Если бы твоя мама была в участии, что бы ты сказала? Ну, я бы ничего не сказала, меня бы просто не было. Женщина, которая не родила, она не имеет права называться женщиной. Ну, а почему? Ну, если я женского пола. Ну, что я, кому я должна? Я только себе должна. Я должна сделать себя счастливой. Моментом, когда я поняла, что ребенок – это не просто игрушка, с которой интересно играть, а огромная ответственность – это когда мне было 11 лет, и у меня родился брат. Больше ответственность – слегла на мое плечо за него. Я всегда говорю, что у меня было все, кроме беременности, кормления грудью. Но дело не только у братьев. Я считала, что нормальная женщина должна выйти замуж ради детей. Как бы я об этом ни думала, желание, оно не возникало. В детстве мне никогда не нравилось играть с куклами, мне никогда не привлекала роль в дочке матери играть, чтобы я была там мамой. Дальше я взрослела и понимала, что семья – это хорошо, но нужно позаботиться, ну, короче говоря, подумать о себе. Я не хочу портить свое тело, я долго худела, у меня расстройство пищевого поведения, я не хочу возвращаться как бы в те самые триггеры. Все нестабильно, у меня не такая уж великая должность, это какая-то великая зарплата, у меня ипотека. И я не смогу просто считать копейки. Дело в том, что в декрете женщина становится зависимой, зависимой от мужчины, зависимой от общества, и каждый второй начинает ее давить. Это противоречит моей натуре. Я не смогу рядом с тобой видеть другого человека, маленького, и чему-то его научить. Достойного члена общества вырасти я не смогу. Так зачем, чтобы он учился? У меня нет такого желания быть беременной, ходить живо потом. Я не представляю себе, как это, что во мне другой человек живет, как я рожаю, тем более. Это вообще мне не нравится. Ну да, мне бы хотелось, чтобы мое тело все-таки принадлежало мне. Они говорили, мы хотим внуков, когда у меня долго не получалось построить отношения с мужчиной, серьезные. Я говорила, внуков не дождусь. Я говорила, серьезно стерилизация. Они говорят, нет, ты передумаешь, свой родиться полюбишь. Я говорю, ну а если не полюблю? Ну не хочу я. Матерь я, наверное, сказала так же где-то два года назад, но отреагировала она сначала так же, как и все, несерьезно, сказала, что все пройдет. Встретишь своего мужчину, родишь. Каждая женщина должна пройти через митеринство, это же счастье. Сейчас она смирилась, привыкла. Она знает, что если она будет на меня давить, то это, скорее всего, просто растет в сорок. Это же не так, что вот раз, и ты такой приходил, пришел. О, мам, я чалтри. Она даже слова-то этого не знает. Она просто думает, что, может быть, я когда-нибудь лет в сорок восемь. Как бы о моей маме. Она, например, наоборот, очень любит детей. Есть такие женщины, которым вот надо быть мамой. Вот это прям их. И вот это она. А я же не такая. Она, на самом деле, уже смирилась, потому что, ну, зачем человека заставлять? Ну, те, я к ним безразлично отношусь. Но я не могу представить о том, что в моем теле кто-то поселит. Кстати, часто путают вот чалт-хейтеров. Это те, кто ненавидит детей. Чалт-хейтеры ненавидят детей, а чалт-хейтеры – это просто те, кто не хочет детей. Я не ненавижу детей, я к ним спокойно, однодушно отношусь. Странно ненавидеть просто какую-то определенную группу или каких-то людей просто за то, что они есть. Мне кажется, ненависть так не работает. На детей я смотрю так же, как и на взрослых людей, просто они маленькие вот. Я люблю детей. Любовь к детям и чалт-хейтеры – это никак не связанные темы. Сами по себе дети, они прекрасные, да? С ними классно играть, с ними здорово, не знаю, взаимодействовать. Они дарят классные эмоции, всё здорово. То есть я, например, как чалт-хейтеры, я просто не хочу иметь своих детей. То есть воспитывать их, отвечать за их настоящее будущее, образование и всё вот это прочее, да? Я поняла, что это вообще не моё. Вот, например, я не могу себя представить в роли мамочки, которая с ребёнком сидит и математику изучает. Или же, не знаю, на иродительском собрании. Я такая сижу на родительском собрании. Это вообще не я. Ну, самое главное, да, кто тебе подаст токан воды в старости. Мужчина от тебя уйдёт без ребёнка. Если бы твоя мама была обучена, что бы ты сказала? Ну, я бы ничего не сказала, у меня бы просто не было. Какие-то люди нелогичные. Вот люди хотят детей, но они бесплодные, не получают у них забеременеть. А у тебя есть все ресурсы, а ты не рожаешь. Какая ты эгоистка. Вот, они считают, что мне должно быть за это стыдно, и что эгоизм – это плохо. Правда, я не понимаю, почему мне должно быть стыдно за то, что я и мои желания для меня волнеют. Родишь – поймёшь. Женщина, которая не родила, она не имеет права называться женщиной. Ну, а почему? Ну, если я женского пола. То есть, когда я родилась, моей маме сказали, что у вас девочка. Ну, всё, у меня также есть и грудь, и женские какие-то органы. Ну, ты же будешь жалеть. О многом можно жалеть. Можно жалеть о том, что я не стала лётчиком-космонавтом. Я же могла? Могла. Но не стала. Буду жалеть. Ещё меня раздражает, когда мне говорят, ты должна. Во-первых, я ничего и никому не должна. Стоп, стоп, стоп. Да что я, кому я должна? Я только себе должна. Я должна сделать себя счастливой. Ну, в основном эти разговоры начинаются, когда приходит одна из девочек, которая сейчас в декрете, со своим сыночком. Что вот, ну разве тебе не нравится? Разве ты не хочешь? А когда ты пойдёшь? Мне кажется, это уже какая-то просто традиция. То есть это не совсем человек пытается проникнуть в пространство личное, да? То есть задавая вопросы, а когда дети? Ну, может просто спросить не о чём. Ну, не знаю, меня это не оскорбляет, честно говоря, и никак. Когда я это поняла, я уже была в отношениях. Когда я сказала молодому человеку об этом, он воспринял это несерьёзно, как, в принципе, и все. Сказал, что пройдёт, захочешь и родишь. Но наши отношения как бы закончились. Нет, не за этого, но это тоже одна из главных причин. А после этого, да, я всегда предупреждала и считаю, что надо это обговаривать невелико. Вот по поводу отношений. То есть что многие считают, что если они в отношениях, значит, они принадлежат другому человеку. Но когда мы в отношениях, мы не можем принадлежать другому человеку, это же не рабство. В отношениях я считаю, что оба человека должны быть свободными. И они должны уважать и принимать друг друга. Но если их первозрение так кардинально различается, то что именно по вопросу детей, то один не должен давить на другого и подавлять его личность. То есть это в первую очередь ведёт подавление личности. Я была беременна в 21 год, я этого не скрываю. Я сделала аборт от этого мужчины. Вместе мы не остались. Не из-за этого мы расстались. То есть мы встречались и даже после аборта. Но он на аборт денег не дал. Он сказал, решение твоё, делай что хочешь. Ну то есть я уже сразу поняла, что я ему особо не нужна. И считаю, что вот мой мужчина, который рядом со мной, если он действительно меня любит, он не будет требовать от меня вот этого деторождения. То есть я не против, что я сойдусь с мужчиной, у него будут свои дети. Ну только я не хочу участвовать именно в такой глобальной жизни, помогать в своей какие-то ресурсы. Нет, пусть отключается, пусть и помогает. Это его жизнь. Ну прям задушевные беседы, конечно, не было. Но в разговорах, да, неоднократно это проскакивалось. Да ещё до брака. Ну за 6 лет брака моё отношение к этому вопросу не поменялось. Мы с мужем поженились, потому что нам вместе хорошо. Не потому что мы хотели создать ячейку общества или детей. О детях мы на самом деле сначала думали, но всё время отодвигали это на потом, на потом, на потом. Не знаю, сначала я думала, ну может быть в 25. Потом я подумала, ну может быть там в 28. Потом, не дай бог, я же сказала, что в 30. И я понимала, что ближе к 30 я понимала, что я не хочу. И он понимал, что нет, не сейчас. И когда я это приняла, у меня прям как камень с души свалился. Это для меня было на самом деле осознанное решение. Мы много об этом говорили. Я буду заниматься карьерой. Я буду заниматься собой, своим блогом. Мне хочется путешествовать. Да, я лучше буду жить для себя. Но ведь помимо путешествий можно много чего найти. Можно записаться на курсы. Можно рукоделем заняться. Вот эта наволочка, которая сзади лежит, я сама делала в технике ковровой вышивки. Я очень люблю что-то делать руками, вязаться, вышивать. И хотя многие говорят, вот ты бы это делал с ребёнком, ты бы молчил. Да не факт, что ему это понравилось. Но у меня очень много хобби, очень много интересов. Я хочу, наконец, выучить не только один язык. Хочу ещё несколько языков выучить. Мне нужно именно свободное время. Свободное, чтобы никто меня не дёргал. Свободные деньги, финансы. Я должна думать о том, сколько мне вложить в себя, куда ещё пойти учиться. Сколько у человека вообще период жизни. Ну, к примеру, вот такой активной жизни, когда ты можешь что-то сделать для себя. Я не говорю сейчас о какой-то карьере. Я говорю о любимом деле. Например, преуспеть в любимом деле, стать нём лучшей. Или жить так, как тебе нравится. Не зависеть от того, что твоему ребёнку нужно в школу, нужно об этом подумать. Я люблю зимовать не в нашем городе. Могла ли я это сделать, если бы у меня был школьник? Да нет, не могла бы. Я не могу уехать на полгода, оставить школьника в Москве, сама там уехать на Бали и спокойно там попивая коктейль, сидеть, не думать о своих детях. Нет. То есть, по сути, я приношу свою жизнь в жертву детям. Я этого делать не хочу. Основной это минус, наверное, давление осуждения общества. На самом деле, очень тяжело идти против общественного мнения. И многие как раз-таки предпочитают не раскрывать себя и говорить, кто они. Ну, даже в любом, не только человек-фри. И просто общественные мнения и стереотипы могут сломать человека на раз-два. То есть, вчера ты не хотел ребёнка, а сегодня ты уже рожаешь. Ну, через 9 месяцев. Ещё из минусов, наверное, то, что у тебя будет репутация не очень хорошая. То есть, в общественном представлении нормальная женщина должна создать семью ради детей. А если у тебя этого нет, скорее всего, ты ненормальная женщина, либо ты несчастная женщина, как считается, что без детей счастья нет. Что к женщине часто относятся не как человек, не как личность, а как коровки. То есть, если ты не родишь, значит, от себя мужчина уйдёт. Возможно, одиночество, одинокая старость. Но, опять-таки, это не факт. Сейчас есть хорошие дома престарелых, где можно уйти заплатить деньги, продать свою квартиру и жить в общество таких же бабушек, дедушек, все врачи и еда с ресторана. То есть, только, наверное, одиночество. Как некоторые говорят, некому похоронить или некому оставить то, что ты нажила. А когда тебя не будут, какая разница, кому ты достанешь? Можно также отписать, допустим, ему, что если уж хочешь, чтобы кому досталось, к тому же приюту для животных, к какой-то волонтёрской организации, к тому же Дому престарелых. Конечно, минусы в том плане, что будем мы уже пожилыми людьми, и у нас останутся только наши, мой брат и его сестра, а детей нет. Сейчас семья будет уменьшаться всё время с годами, а не увеличиваться или хотя бы оказываться в том же количестве. Для меня минусов вообще нет. Может быть, только минус в том, что я не узнаю всё-таки, на кого будет, ну, какой будет мой ребёнок. Может быть, потом изобретут программу, и я его увижу. Но это не точно. Ну, не знаю, одиночество в старости, не боюсь. Кто-нибудь найдёт со стаканом воды. Сейчас, во-первых, наверное, не 19 век, даже не середина 20-го, когда детей рожали для того, чтобы потом в старости была тебе нянька. Сейчас много вариантов. Вот буду я, не знаю, старой 90-летней бабушкой, но я сделаю так, чтобы у меня были средства для того, чтобы прожить эту самую старость. И у меня есть для этого всё. Я представляю себя где-то, если я буду уже такая совсем старая, беспомощная, где-то в престарелом доме на берегу моря. За мной будут ухаживать молодые парни, подавать мне коктейльчики, и я буду смотреть в дальний закат, на закат, и всё. То есть стакан воды мне будут подносить служащие престарелого дома. Я не чувствую себя одинокой, мне кажется, в старости. Я всегда найду, чем себя занять. И даже если я буду одна, мне самой собой не скучно. То есть человек рождается, чтобы он был счастливым. Те, кто там мечтает прямо с детства о семье, именно о детях, чтобы рядом, семейные традиции, бабушки, дедушки, тёдушки. Но это не моё счастье. Это не моя дорога. Наверняка я буду, когда старушка, я о чём-нибудь буду жалеть. Что я сделала или что я не сделала. Ну, наверное, я постараюсь сделать жизнь свою такой, чтобы я кайфовала от неё, чтобы мой муж от неё кайфовал, чтобы мы вместе жили друг для друга, делали друг другу сюрпризы, сделали жизнь друг друга очень яркой, очень насыщенной, очень такой счастливой. Просто-напросто жили полной жизнью. И для этого не обязательно иметь детей, на самом деле. Для этого нужно просто ощущать то, что ты живёшь своей жизнью, что ты любишь эту жизнь, что ты счастлив. И делаешь действительно то, что хочешь, а не потому, что тебя заставили, или потому, что ты родила, не дай бог, ребёнка, потому что нужно. И от этого ни сам не счастлив, ни ребёнок не счастлив. И много-много психологических проблем у ребёнка. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Поехали!